Территориальная комиссия по профилактике правонарушений провела итоговое заседание в уходящем году. За отчётный период проведено 9 заседаний, на которых велась работа с лицами ранее судимыми, подучётниками и состоящими на учётах и проживающих на территории Лобинского городского поселения. Профилактика основной в работе комиссии, поэтому все её члены занимаются предупреждением правонарушений, и это закладывается на стадии воспитания. Дети и подростки в центре внимания и семьи, состоящие на определённых видах учёта. Ежегодно, на время всех каникул, весенние, летние, зимние, осенние, за специалистами администрации закрепляются дети и семьи, состоящие на различных тоже видах учётах, комиссии по делам несовершеннолетних. И сотрудники администрации посещают на дому в каникулярный период, общаются с родителями. И за отчётный период было 258 служебных записок направлено в администрацию района, в комиссию по делам несовершеннолетних, именно вот об этой профилактической работе. Представители полиции, городская администрация, ТОС и молодёжные организации все заинтересованы в недопущении правонарушений. Участковые тоже подводят итоги. И вот, по мнению правоохранителей, работу нужно усиливать. Руководством и личным составом в этой России по Лабинскому району в 2022 году предпринимался ряд организационных профилактических мер, направленных на недопущение преступлений. Несмотря на то, что у нас недопущено рост преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического опьянения, лицами ранее совершавшими, Хотелось бы обратить внимание, что профилактическая работа, наверное, всё-таки проводится не на должном уровне и следует в 2023 году обратить внимание всё-таки на данные категории граждан и проводить, наверное, более адресную профилактическую работу. Молодёжный центр «Портал» работает в тесном взаимодействии в системе профилактики. Годовой отчёт убедительный и в доказательство отсутствия роста серьёзных правонарушений. За 2022 год было проведено 724 мероприятия с общим охватом молодёжи 11 тысяч человек. Среди всех мероприятий, проводимых на территории города, хотелось бы отметить такие уроки, как уроки мужества по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, мероприятия в рамках празднования 85-летия со дня образования Краснодарского края, марафон тактических игр, основанные на реальных событиях Великой Отечественной войны, конкурс рисунков героя России Донбасса, соревнования по военно-прикладным видам спорта и другие. Не только отчёты, но и планы, и прогнозы легли в повестку заседания сразу после праздников, что буквально со 2 января в городе можно получить культурную программу, а в кино попасть даже в первый день Нового года. И хорошо, если всей семьёй представители других учреждений культуры довели до членов комиссии свои планы работы в январе, а те уже проинформируют жителей в соцсетях. Но предстоящие праздники – повод повысить бдительность, и это тоже профилактика. В 2022 году на территории Лобинского городского поселения не допущено возникновения чрезвычайных ситуаций, а также происшествий с какими-то крупными материальными затратами или с гибелью людей. По поводу того, что здесь поднимали вопрос по случаям пожаров, которые у нас возникают, то есть большая из них часть, процентов где-то 95, а то и 97 возникает по вине самого собственника, который в связи с неисправной проводкой, а также очень часто были случаи так называемой перекалы печи, когда от трубы перекал идёт и происходит возгорание. Поэтому большая часть – это всё-таки человеческий фактор. Но в этом плане работа продолжается, проводим инструктажи. На что ещё нужно обратить внимание? Дроны теперь под запретом. И понятно, почему. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края с 7 декабря номер 913, с 0 часов 12 декабря, использование беспилотных летательных аппаратов на территории Краснодарского края запрещено. Разрешено использовать органам государственной власти, исполнительным органам местного управления, но в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Это сказано в постановлении. Все остальные случаи разрешение даёт, согласно постановлению губернатора, на использование этих беспилотных летательных аппаратов. Это либо государственный орган власти, либо исполнительный. Мы, как органы самоуправления, данное разрешение давать не имеем права. Памятки по антитеррористической безопасности должны стать предметом тщательного изучения. Каждый должен знать, как реагировать в случае угроз. В рамках антитеррористической безопасности необходимо обращать внимание на появление незнакомых автомобилей, в особенности грузовых машин, на иностранных номерах, вблизи домов и в дворовых территориях. Интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвалы и на первые этажи зданий, особенно в вечернее время суток. В случае обнаружения подозрительных предметов, бесхозных сумок, свертков, мешков, ящиков, если слышите шум из обнаруженного предмета, тиканье часов, щелчки, наличие в нем предметов, источников питания, провода, батарейки, необычное размещение предметов, необходимо оперативно сообщить и информировать полицию. И еще немного цифру уходящего года. На заседаниях территориальной комиссии по профилактике правонарушений было принято более 150 решений, проведено 172 профилактические беседы. Это говорит о том, что поводов для работы комиссии достаточно. И в 2023 году ее члены продолжат принимать решения, направленные на профилактику правонарушений, как в подростковой среде, так и среди взрослого населения. Продолжение следует...